Сумма благотворительных взносов в фонд рождественского марафона приблизилась к 30 миллионам рублей. Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, ждут помощи и верят в чудеса. Верят в них и воспитанники детского дома-интерната имени Ушинского. Накануне там прошел новогодний утренник. В гости к ребятам отправилась не просто съемочная группа, а целый поздравительный эшелон НТ. 14-летний Ванечка – настоящая звезда. Он и поет, и в сценках участвует, знает много стихов, любит рисовать и лепить. Роль лешего на детском утреннике доверили именно ему, не за вредный характер, за особую артистичность. Насолеть Дедушке Морозу Ваня, конечно, не хотел. И оставлять своих друзей без праздника не собирался. Ведь он точно так же, как они, весь год ждет этой самой волшебной ночи в году. И, как все, пишет письмо с самым заветным желанием. Духовку новую. Да, которую печь. Пироги у нас профессия есть. Печку хлебную, миксер такой, который взбивает тесто. Его шарлотки уплетают за обе щеки и взрослые, и дети. Он сам, как Дед Мороз, всегда дарит радость окружающим. Для себя лично ничего не просит. Говорит – все есть. И добавляет – главное, чтобы не было войны. Я хотел, чтобы война закончилась. А у нас разве есть война? В Украине. В Украине? Да. Воюют. Хочу закончилась, чтобы война. Исполнять такие желания Дедушка Мороз, конечно, не в силах. И где-то в глубине души ребята сами прекрасно это понимают. Но когда люди не способны одуматься, остается надеяться только на чудо. Настоящее, новогоднее. Тот день, когда мы, взрослые дети, все буквально ждут какого-то чуда. Ну, понимаете, хотим их сказки. Ну, хоть чуть-чуть пожить в таком пространстве, когда нас окружает добро сказочное, когда мы верим в чудеса. Свой сказочный праздник ребята устроили себе сами. Пели и плясали, водили хороводы вокруг елочки. И, конечно, как и любые дети, ждали подарков. Мы, как люди творческие, которые любят творить, придумывать, что-то делать, вам дарим как раз вот такую вот огромную коробку, которая вам поможет, в свою очередь, творить, что-то делать. Она очень тяжелая. В этот день добрыми волшебниками для мальчишек и девчонок из дома-интерната стали и сотрудники нашей телекомпании. Мы подарили им частичку тепла, а они зарядили нас положительными эмоциями на весь грядущий год. Совершить чудо совсем несложно. Этот шанс есть у каждого из нас. В рамках благотворительного марафона «Рождественский подарок» помочь можно сотням нуждающихся, в том числе и в нашей заботе. Из Шимского района Алена Сувтина, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение.